Здравствуйте! Это Актуальное интервью. Я Андрей Погорелов. И мы обсуждаем актуальные вопросы и события. Сегодня гость нашей студии, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Республики Саха-Якутия Александр Васильевич. Здравствуйте! Рада приветствовать в нашей студии. Завершилось выдвижение кандидатов на должность президента страны. Каковы итоги? Нужно сказать, что это одна из важнейших политических акций. Действительно, активность тех, кто хочет стать президентом, была очень высокая. 70 человек заявили о том, что они готовы быть президентом. Но так получилось, что из этих 70 человек 24 выдвинуты партиями. Ну и 46 человек это самовыдвиженцев. Ну вот из 46 самовыдвиженцев на сегодняшний день остались только 2 человека. Один из них это действующий президент Владимир Владимирович Путин. Вот у этих людей предстоит серьезнейшая задача собрать по 300 тысяч подписей. Ну и вот, говоря о второй части, было сказано о том, что выдвинутся 24 политических партии. Ну вот получается, что из этих 24 политических партий сегодня до какого-то этапа дошло 18 политических партий. 14 из них уже сегодня занимаются сбором документов. Ну, двое уже зарегистрированы. Это Грудинин, представляющий коммунистическую партию Российской Федерации, и Жириновский, представляющий ЛДПР. Остальным придется, даже тем, кто получил разрешение, собрать 100 тысяч подписей, потому что их партии не входят в тот список партий, которые имеют право на регистрацию без сбора подписей. Ну и вот, последний момент, еще несколько человек сдали документы, значит, 12-го числа, даже некоторые принесли 24 часа, по сути своей. Ну вот, сейчас их документы проверяются, и, наверное, на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии определятся, допустить их или не допустить. Ну а оценочно, вот так вот, если посмотреть по возможностям, по активности, которые сегодня проявляются, ну, я думаю, что не более 8 человек будет те, которые дойдут до... Это именно получение права и получение регистрации после 31 января. Да, потому что у всех тех, кто выдвинут от политических партий, у них, ну, серьезнейшая проблема собрать 100 тысяч подписей. Ну, не просто 100 тысяч подписей, а они должны будут, не имеют права больше, чем 2,5 тысячи в одном субъекте собирать. То есть, минимально 40-43 субъекта они должны охватить для сбора подписей. Ну, сейчас много говорится о гласности и прозрачности выборов. И вот с этого года координатором будет член общественной палаты. И вот как будет вестись вообще общественное наблюдение за выборами в этом году? Ну, нужно сказать, что вот само по себе уже выдвижение показало активность нашей общественности. Ну и вот законодатель изменил серьезное законодательство. Наряду с политическими партиями и с теми, кто выдвинут. Сегодня общественными наблюдателями могут быть представители различных общественных организаций. Ну, этот список, он сегодня имеется в законодательстве определен. Ну, я считаю, что действительно правильно самой центральной или представляющей общественностью является общественная палата. Ну, и очень важно, что сегодня в республике Саха-Якутии именно общественная палата стала как бы главным координатором вот этой работы. Ну, это не как бы не мешает и остальным общественным организациям, которые вошли в список и имеют право для определения наблюдателей, значит, работать. Но то, что предстоит очень серьезная работа по выдвижению общественных наблюдателей, по их подбору, значит, в участковые территориальные избирательные комиссии, ну, это очень большая работа. И очень важно, что именно наша общественная палата, заключив соответствующее соглашение с большим количеством общественных организаций, является как бы центральной вот в этой довольно серьезной работе. Ну, если так говорить, не так просто подобрать, ну, в участковые избирательные комиссии вот этих представителей. У нас сегодня 797 участковых избирательных комиссий, 35 территориально избирательных комиссий. Ну, если сказать о том, что будет хотя бы по два человека от этой общественности, то получается уже больше 1600 человек, которые имеют право наблюдать за процессом выборов. Александр Васильевич, ну, уже завершился этап составления списков избирателей, и каковы итоги, и какие вообще задачи ставит перед собой избирательная комиссия? Нужно сказать, что эта работа в основном завершилась. Наши органы исполнительной власти муниципальных образований должны 15 числа, ну, получается, сегодня проинформировать нас о количестве избирателей, которые примут участие. Ну, вот предварительно это число порядка 634 тысяч, но сегодня мы до конца уточним. Он и, значит, председатель центральной избирательной комиссии, глава республики Саха-Якутия проинформирует центральную избирательную комиссию о количестве избирателей. Конечно, это первый этап, когда составлены списки на 15 января. Ну, в дальнейшем предстоит довольно серьезная работа по изменению в этом списке, потому что, ну, движение людей, оно происходит постоянно. И, конечно, эти списки будут уточняться, значит, практически в последний период работы ежедневно. То есть, вот в последние 10 дней списки уточняются ежедневно. Ну, а начиная за два месяца, они еженедельно уточняются, значит, территориально-избирательными комиссиями по представлению соответствующих органов, которые занимаются регистрацией, значит, избирателей. Ну, а что делать, если вдруг гражданин просто-напросто не обнаружил в себе в этом списке? Ну, в принципе, в этом ничего страшного нет. Если он имеет соответствующую прописку на территории этого избирательного участка, он приходит, его вносят в дополнительные списки. Ну, в этом году новый способ для граждан голосования – это по месту нахождения. Что это значит? И еще немного поговорим в дальнейшем о других вообще нововведениях. Ну, нужно сказать, что такое по месту нахождения голосования. Была большая проблема, что если человек зарегистрирован в одном месте, ну, а по каким-то причинам проживает в другом, и он, по сути своей, не мог принять участие. Ему нужно было, значит, подключить по месту своей регистрации открепительное, либо оформить, значит, нотариальную доверенность, чтобы кто-то получил за него вот этот, значит, открепительный. Сегодня человек имеет право по месту своего нахождения обратиться в соответствующую территориально-избирательную, участковую избирательную комиссию, в многофункциональный центр, ну, и на портал единых услуг, и зарегистрироваться именно по месту своего нахождения. Что серьезнейшим образом упростит возможность для человека принять участие в выборах. Ну, это, конечно, процедура относительно простая, но человеку, конечно, придется два раза прийти. Первый раз прийти и заявить о своем участии в выборах, ну, и второй раз прийти и принять уже участие в непосредственных выборах. Уже, как говорится, заявление можно подавать сейчас уже? Нет, заявления начнут подаваться за 45 дней. Мы, значит, на заседании определили пункты приема заявлений. На первом этапе, значит, заявление принимается в территориально-избирательных комиссиях, в многофункциональных центрах. Это с 31 числа по 12 марта, ну, и с 25 февраля уже участковые избирательные комиссии по 12 марта тоже подключатся вот к этой довольно серьезной и большой работе, связанной с выдачей, значит, с регистрацией человека о том, чтобы он участвовал именно в выборах по месту своего нахождения. Ну, надо будет заполнить соответствующее, значит, соответствующее заявление, которое специально оформлено, ну, и дальше прийти на выборы. Ну, вот реально все-таки будут ли такие граждане, которые вот, насколько вообще активно население вот именно вот с этой позиции, чтобы прийти на голосовательном способе? Ну, я думаю, что активность населения, безусловно, будет, и эксперимент такой уже был проведен в 20 субъектах в сентябре месяце. Ну, одна из задач, это вот наша задача, я думаю, что и всей общественности, это рассказать людям о такой возможности. Таких людей считается по стране довольно большое количество, ну, я думаю, что и в республике Саха-Якутии довольно большое количество людей, которые сегодня живут не по прописке, а по месту своего нахождения. Ну, если мы возьмем вот такие примеры, что даже и в предыдущих выборах очень многие звонили, обращались. То есть, проживая в одном месте, они хотели, зарегистрированные в другом, хотели прийти проголосовать. Сегодня мы можем уже им спокойно сказать о том, что вот в эти отведенные временем периоды, они могут прийти на пункты приема заявлений и, значит, оформить свои документы для того, чтобы потом прийти и проголосовать в день голосования 18 марта. А как и где будут работать данные? Значит, ну, пункты приема заявлений, они будут довольно широко, широкий охват, как я уже сказал. На первом этапе от 45 до 5 дней это территориальные избирательные комиссии, это многофункциональные центры, которые расположены, тоже практически по всей республике Саха-Якутии. Это, значит, единый портал государственных услуг, человек может тоже обратиться и, значит, в соответствующую процедуру принять участие в процедуре вот в этой, и, значит, его определят уже по месту его нахождения. Ну и я, как сказал, за 20 дней, то есть, с 25 февраля, значит, участковые избирательные комиссии также, значит, будут пунктами, значит, по приему вот этих заявлений. Уже известно, где они будут находиться? Значит, ну, участковые избирательные комиссии, я думаю, что большая часть нашего населения, они знают, они свои места не меняют, и вы можете туда обратиться. Наша территориальная избирательная комиссия в большинстве своем находится в зданиях администрации, администрации выделят им соответствующие дополнительные места, которые уже определены для пунктов приема заявлений. Ну и многофункциональные центры, они тоже, значит, в основном люди знают, где они находятся, для того, чтобы в них обратиться и, значит, написать вот это заявление для того, чтобы принять потом участие в выборах. Александр Васильевич, ну как Вы оцениваете работу органов исполнительной власти по содействию избирательным комиссиям при подготовке к выборам? Ну, я должен сказать, что совсем недавно, каких-то несколько лет назад, я сам был одним из руководителей в исполнительной власти, которые занимаются решением вот этих вопросов. Ну, нужно сказать, что на уровне республики изданы соответствующие распоряжения о содействии проведению выборов на территории республики Саха-Якутия. Значит, вот по учету наших избирателей есть соответствующая рабочая группа, которую возглавляет Федор Михайлович Борисов, наш руководитель администрации. А вот по содействию избирательным процессам, значит, тому, чтобы были обеспечены возможности голосования наших избирателей, работает также рабочая группа, которую возглавляет зампредседателя правительства Михаил Дмитриевич Гуляев. Ну, я скажу, что обе рабочие группы интенсивно работают, и, в принципе, сегодня это взаимодействие у нас имеется. Ну, наверное, это, так сказать, верхняя часть вот этого большого айсберга работы выборного процесса. Низовая часть – это работа наших муниципальных образований, причем не только районных, но и на поселенческом уровне. Поэтому я вот, пользуясь случаем, хотел бы обратиться к главам районов УЛУСов, к главам поселений, для того, чтобы они широко развернули эту работу. Нужно сказать, что, по сути своей, сегодня во всех районах созданы соответствующие комиссии, которые занимаются решением этих вопросов. Но сегодня законодателям определено, что вот вся, значит, черновая работа, связанная с обеспечением деятельности участковых и территориально-избирательных комиссий, она возложена именно вот на эти уровни. Вплоть до обеспечения транспортом, обеспечением помещения. В общем, одним словом, работа организована, Александр. Да, работа организована. За участие в нашей передаче. Разговор был действительно интересным, и много еще тем было не обсуждено до конца. Я напоминаю, вы смотрели актуальное интервью сегодня гостя нашей студии ДОК. Занеситель председателя Центральной избирательной комиссии Республики Саха-Якутия Александр Власов. Оставайтесь на нашем канале, будьте в курсе всех событий. Спасибо. Спасибо. Спасибо.